настроилась каким образом я снимал форсунки ну каждый думает как он хочет пришлось снять клапанную крышку и воздухозаборник на турбину потому что по другому не подкрутишь и не снимешь трубопроводы подачи обратку то снять можно вот эта обратка это подача обратку нормально снимается эти самые для того чтобы снять клапанную крышку надо обязательно откручивать три раз два три форсунки открутил без проблем треть четвертую то есть точнее это первое снять так и и не удалось придется искать съемник а так снял потом положил на поверхность клапанной крышки где клапанная крышка останавливается положил деревяшку и установил домкрат а такой от боевые естественно сделал что так лучше видно установил здесь сделал зацеп за форсунку и сюда зацепил и потом подымал для того чтобы домкрат не падал установил вот сюда вот в это место установил об упор сюда и упор сделают сюда и все в принципе три форсунки снялись вообще без проблем на а четвертое не знаю что то что то там застрял она где-то на 45 градусов вращается легко свободно рукой даже но вытащиться даже с помощью этого там кто-то не получается меняем прокладочки красунки крышку сняли затем аккуратненько снимаем вот эти вот зажимчики раз два три четыре нажимаем вот так вот на этот самый аккуратненько отверточкой поддели и сняли то есть также вынимаем подачу топлива аккуратненько тоненько отверточки подняли под этот опыт и аккуратненько вытащили потому что здесь все оно очень такое миниатюрное так еще один болт откручиваем вот этот вот крепление держателя подачи топлива и его отводим назад вот так вот чтобы он нам не мешал таким же образом подача сюда где-то вот так и зацепляем все сейчас будем откручивать вот этот и потом вот эти вот так крышек рожковый на 14 снимаем эту гаечку трубопровода откручиваем ее так вот я смотрю может быть она отсюда и подтекала посмотрим коли мы уже прогладочки купили там постоянно мокрит у нас будем менять сейчас ставим звездочку хотя там вроде этот самый но звездочка мне хорошо подошла поэтому звездочкой открутим так из второй стороны точно так же потом будем пробовать снимать рисунку меняем прокладочки форсунок медные направляющую беленькую и уплотнительное кольцо вот это вот резиновое уплотнительное кольцо вот она стоит 1 2 3 внизу не знаю будет видно сейчас попробую подсветить может сделаю фотографию три форсунки снялись очень хорошо быстро без проблем вот это просу . мне все мозги уже выковыряла никак я не могу главное что болтается вот она болтается спокойно а выйти не хочет никак все нервы уже вымотала ничего мы еще победим так поехали дальше вот три форсунки вытащены из шахт почищенные насколько это было важно сейчас будем вытаскивать медную шайбу шахту почистим тоже эти три штуки ставлю а с четвертым свертый форсунка буду дальше продолжать мучиться вытаскивать медную штуки ставлю а с четвертым сверху а с четвертым сверху Сейчас чистенький Ничего не течет Помучился с первой форсункой Пришлось все таки ехать На СТОшку И обратным молотком его вытягивать И потом естественно проверять На стенде Это обошлось В 1000 гривен Проверка, замена Кое-каких Мелких деталей Внутри Работает все отлично После замены Уплотнительных шайб И сальников Под форсунками Проехал 500 километров Все сухо Все великолепно Добрый день Поделюсь опытом Как прокачать систему После того как Поменял Прокладочки Под форсунками Система естественно Завоздушилась Для этого необходимо Приобрести Грушу Которой указано В какую сторону Будет качаться топливо Цена приблизительно От 120 до 250 гривен Ну какая вам понравится Такую покупайте Ну и естественно Необходимо для Более легкого запуска Купить Так называемый Плак Польский Или наш Швидкий запуск Для запуска Более легкого запуска Дизеля Да и в принципе Не только дизеля Прискать можно И в карбюратор Ну чуть Если к примеру В дороге у вас Получается Завоздушилась Система Каким то образом Снимаете Патрубок С воздушного Фильтра Ну Фильтра здесь Это с Турбины Один человек Заводит В момент Заводки Прискайте Плаком сюда По идее Если у вас Не сильно Завоздушена Система Двигатель Должен Дизельный Завестись Если же Он не завелся Снимаете Шланг Подачи топлива С топливного Бака На топливный Фильтр Потому что Как правило Если форсунки Все снимались Как у меня было То За время Когда Ты с ними Работаешь Топливо Потихоньку Перетекает В бак Под давлением Атмосферы Ставите Снимаете Вот этот Шланг Нажимаете На белую Вот эту Защелку И она Легко снимается Одеваете На Шланг Другой конец То есть На Турбопровод Грушу И другой конец В бутылку Какую-то И прокачиваете По Стрелочке Пока Не пойдет Нормальное Топливо Без Пузырьков Ставите На место Пытайтесь Завести Если же И тут Не получилось То тогда Прокачивайте И Обратку Таким же Макаром На зеленую Нажимаете Здесь Именно зеленая То есть Надо Обратку Прокачивать Точно так же Вставляете Шланг Этот Шланг В бутылку И прокачиваете Пока не пойдет Нормальное топливо Без пузырьков Потом Сразу же Ставите на место И Заводите Вот так вот По большому счету Ничего сложного Если где-то У вас Получится Такое Недоразумение Чтобы Знали Каким образом Дизельный Двигатель Завести Продолжение следует... Продолжение следует...